Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Назначаю вас министром, а также и на совещании в Полоцке много говорилось об эффективности системы ЖКХ. У вас уже есть такой план действий, что нужно сделать хотя бы в ближайший год? Условно, такой план действий у меня есть. Мы четко понимаем задачи, которые нужно сегодня в отрасли решать. И совещание с участием главы государства в Полоцке очень помогло, в том числе и уделить внимание приоритетным вопросам. Сегодня я четко разделяю два понятия. Это результативность и эффективность работы. Если результативность оценивает больше всего население, то говорится, что результативность хорошая сегодня, наверное, рано. И это основной посыл главы государства и основная задача в моей работе – уделить больше внимания именно на работе с населениями. Не население должно обращаться к нам с жалобами, а мы должны дойти до него и узнать, что его беспокоит. И этот вопрос как-то той или иной степени решать при, безусловно, наличии возможности его решения. Второе понятие – эффективность. Это все-таки соотношение результативности и затрат, которые мы несем на оказание жилищно-коммунальных услуг. И здесь уже важная задача – внедрение новых технологий. Они есть везде в мире. Внедрение малой механизации по благоустройству и уборке населенных пунктов, о чем мы говорили также с главой государства. И он поддержал нас и будет оказана поддержка и в закупке техники по льготным ставкам. Я надеюсь, что до конца года мы уже будем внедрять эту технику в наших организациях. И, безусловно, это окажет значимое влияние для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство продолжало развиваться. Это обсуждалось также темой капитального ремонта. В принципе, она обсуждается и в обществе. Те, кто переживают капитальный ремонт, кто-то говорит, что сроки затягиваются. Может быть, кто-то где-то недоволен и результатом, что сделано. И здесь какие-то нормативы, может быть, пересмотреть, может быть, установить какие-то четкие сроки, чтобы через месяца, два, полгода уже строители точно ушли и вот эти сроки не переносились. Вопрос капитального ремонта жилых домов стоит наиболее острый сегодня в стране, потому что около 40% всех обращений граждан касаются именно проведения капитального ремонта зданий. Мы сегодня понимаем, что капитальный ремонт – это важная задача, ведь протекающая сегодня кровля – это нонсенс в стране, и такого быть не должно. Что касается качества проведения ремонтов сегодня и сроков их, все нормативы установлены. Самое главное – это контроль за их проведением, четкий контроль. Каждый человек на своем месте должен понимать, за что он отвечает, и отвечать за конечный результат. Приблизительный срок жизни дома от строительства до капитального ремонта при нормальной его эксплуатации – 30-35 лет. И сегодня производить капитальный ремонт меньше, чем 3% в стране, мы опять вернемся к той ситуации, когда у нас будет критическая ситуация с состоянием жилищного фонда. И 3% – это минимальный предел, мы его придерживаемся, его поддержал глава государства, и мы будем настаивать, чтобы в этом объеме эта работа производилась. До 2021 года должны быть обновлены, скажем, все лифты, которые уже там жили себя, и срок эксплуатации завершен. Мы вообще движемся, скажем, в графике, и сколько вообще таких вот лифтов у нас по стране? Несколько лет назад глава государства в рамках проведения совещания и семинара затронул проблему эксплуатации лифтов, которые превысили срок эксплуатации. На тот момент таких лифтов было 11 300, на сегодняшний день более 8 000 лифтов заменено за этих два года, и в этом году эта работа будет завершена. То есть поручение главы государства будет выполнено, и в дальнейшем лифты будут меняться в плановом порядке. То есть если у него вышел срок эксплуатации, значит он будет подлежать замене и будет заменен. Озвучено было то, что тарифная политика стала более понятной, прозрачной, в общем-то для любого пользователя, когда он получает жировку, и видит, за что и как он платит. Также звучало, что не более 5 долларов в год – это повышение тарифа на жилищно-коммунальные услуги. Когда выйдем вообще на 100% окупаемость населения, либо пока этот процент еще не повышается? Организации жилищно-коммунального хозяйства при оказании услуг вынуждены сдерживать свои затраты, применяя новые методы в работе, новые технологии. Благодаря внедрению такой системы нам удалось снизить бюджетное финансирование, субсидирование конкретно. На сумму около 200 миллионов рублей – это большая сумма. И на сегодняшний день нужно сказать, что практически все услуги, кроме услуги на подогрев воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. И по итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться на уровне 83 с хвостиком процентов. Много ли просрочек по стране за неуплату, скажем? На сегодняшний день чуть более 4 миллионов лицевых счетов. На начало года просроченными были 340 тысяч лицевых счетов, то есть эта сумма чуть более 8%. Я не скажу, что она критическая, но я не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства от организации ЖКХ. Служба 115 сразу заработала в столице, скажем, такой был пилотный проект, теперь уже внедряется и в других городах, но все равно говорят об эффективности. И что, может быть, здесь стоит подкорректировать, чтобы у людей появилась вот эта обратная связь? Сама идея создания службы 115, я считаю, это мое мнение и мнение многих людей, с которыми я общаюсь, идея очень хорошая. Мы в ближайшее время выработаем для себя определенный комплекс мер, который работу этой службы усилит. Многие говорят, что ЖКХ – это живи как хочется, это не так. В ЖКХ есть хозяин, и глава государства в рамках проведенного совещания сказал, что хозяин ЖКХ сегодня – это председатель гороисполкома. Министерство – это все-таки будет интеллектуальный центр по внедрению новейших технологий, по предложению по снижению затрат, по разработке нормативных документов. И я уверен, что население Беларуси будет видеть, как в лучшую сторону меняется качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и улучшается благоустройство мест проживания человека. Спасибо вам большое. Спасибо.